Привет, красотка! Сегодня я снимаю поистине долгожданное видео, потому что тема ранних подъемов и утренних практик одна из самых запрашиваемых от вас и чаще всего я получаю одни и те же вопросы, как начать вставать рано, как мотивировать себя, чтобы проснуться раньше и сделать для себя что-то полезное или вообще что-то сделать и если сразу так на чистоту, то это вообще не те вопросы, с которых нужно начинать эту тему, потому что если, а точнее когда у вас появится четкое понимание, что вы конкретно делаете утром и самое главное, зачем, что вам это приносит, какие плоды вы получаете, у вас не будет появляться вопроса, как заставить себя встать с кровати вы будете настолько воодушевлены в ожидании тех самых практик, что будете соскакивать буквально с кровати, будто какой-то день рождения, каждый день конечно, мы все любим поспать, я такой же человек абсолютно, как и вы, и люблю валяться, лениться и совершенно не вижу смысла, чтобы вставать раньше, чтобы что поэтому давайте начнем с мотивации, с той самой внутренней мотивации, которую кроме нас никто за нас не включит почему я так сильно люблю утро? в первую очередь потому, что это единственное время, когда я действительно могу сказать, что я полностью принадлежу себе ведь днем у нас у всех, чаще всего работа, учеба, быт, какие-то важные дела, и мы будто в них растворяемся, теряя контакт с самим собой это, наверное, нормально, это часть нашей жизни, но это довольно-таки однобокое развитие человека где-то в социальной его части, в работе и так далее, и как будто теряется то самое важное вообще ориентиры, приоритеты, цели, все то, что вы делаете только наедине с собой вечером обычно не хватает ни на что сил, энергии, то есть это уже, можно сказать, подготовка к расслаблению, ко сну и уж точно это не время какого-то внутреннего заряда подъема энергии и ощущения чистоты то есть самой чистоты, чистого листа, которое мы все ощущаем по утрам если, конечно же, мы проснулись не в попыхах, там, выключая будильник и понимая, что все уже на свете опоздали нет-нет, я про то самое осознанное пробуждение, когда у тебя утром времени достаточно на все и в этот момент ты максимально себя ощущаешь частью природы, частью этого мира, солнце встает пока что вся эта суета еще не началась, люди не начали выходить из своих домов на работу куда-то еще есть вот этот воздух, есть это пространство, мне кажется, это действительно какая-то другая энергия которую лично я точно чувствую, может быть, я это себе придумала короче, если вы такие же тронутые, как и я по утру, то это видео для вас вероятно, не всем кайфово по утрам, у кого-то безумно вдохновляющие ночи хотя я считаю, что это все равно немножечко определенный сдвиг наших биоритмов мы существа такие, что ночью мы спим мы не хищники, которые по лесу уходим и можем видеть в темноте ну то есть чисто биологически, физиологично, оно не для нас, ночь не для нас возможно, на краткосрочный период, да, я сама довольно большой отрезок времени в своей жизни по ночам монтировала и мне вообще безумно нравилось проводить это время в творчестве но я понимаю, анализируя, я понимаю, почему, потому что у меня было чувство, что все спят то есть как раз-таки та самая тишина, которая, по сути, по утрам тоже есть но у меня было ощущение, что вот все уснули у меня дома наконец-то я могу потратить время на себя и я думала всегда, что я сова, я думала, что я сова я по выходным могла спать до 11 часов и давайте уже переходить к самому интересному в этом видео я хочу показать и рассказать о нескольких видах практик которыми я занимаюсь по утрам, периодически, время от времени не всегда у меня происходит весь мой список этих занятий не всегда я по всем пунктам прохожусь но это то, что я для себя уже вот оставила то есть попробовав разное, поняла, что вот для утра мне подходит это если так, в общем и целом, все они помогают настроиться на день очистить разум и поймать контакт с телом как по мне, этих последствий, этих плодов достаточно, чтобы быть замотивированным просыпаться и выполнять их для меня в идеале, чтобы в моем распоряжении с утра был чисто мой час это тот час до момента, когда я уже начинаю собираться в рабочий день готовить для всех завтрак, собирать его в садик то есть выполнять уже довольно-таки рутивные вещи которые и так изо дня в день нужно сделать перед выходом, например разумеется, я довольно гибко и адаптивно подхожу к этому моменту потому что если у меня будет в арсенале всего полчаса окей, я буду укладываться в эти полчаса если Ева проснется раньше и как бы у меня все по сути бессмысленно потому что я все это делаю наедине, мне нужна тишина я уже спокойно к этому отношусь это жизнь и невозможно спланировать все абсолютно и заставить, например, человека спать, если он проснулся но на самом деле тем ценнее дни, когда у меня происходит все идеально по плану я думаю, важно начать с того, что я не беру в руки телефон не лезу в соцсети, не проверяю сообщения, которые мне пришли за эту ночь потому что этого и так достаточно за день писем, новостей, в целом гаджетов единственное, что я могу, это включить мантру потому что она у меня на телефоне я могу сделать фотографию, если знаю, что в будущем, например захочу поделиться какой-то цитатой у себя в сторис или в телеграме но я не ухожу в этот процесс публикации, монтажа чего-то еще я просто делаю, фиксирую, например, фотографию и все, больше телефон не использую потому что моя самая главная задача с утра это избавиться от суеты в голове точнее, не то, что даже избавиться ее пока еще нет не допустить появления суеты как можно дольше первым делом я иду пить воду я пью сразу же где-то 2 стакана теплой воды это и организм пробуждает и у меня это просто механическое действие в те дни, когда я не особо воодушевлена вставать об этом я чуть позже расскажу, но спойлер не каждый день вам захочется вставать если что, энтузиазм заканчивается в какой-то момент и где-то ты уже себя, конечно, вытаскиваешь из кровати и вот этот механизм действий, который у тебя в голове прописан он очень важен потому что, если ты, опять же, просыпаешься без должного мотива мозг найдет тысячу и одну причину остаться обратно в кровати и вот эти вот маленькие действия, шажки, которые повторяются изо дня в день они очень выручают потому что ты как будто заставляешь себя механически их сделать но от этого, как следствие, ты действительно просыпаешься и вот вода, это один из таких пунктов следом я зажигаю полосанта это тоже один из таких лайфхаков для меня пробудить через обоняние свой мозг и свое тело если вам близок этот подход, но у вас, например, нет полосанта конкретно этой деревяшечки полосанта это вообще священное дерево очень часто на практиках йоги там для очищения пространства его зажигают у него, кстати, специфический запах, аромат кому-то он дико нравится, кому-то вообще нет но если вы хотели бы подход такой использовать вы можете использовать благовоние для меня это мини-настрой на то, что сейчас будет происходить а дальше у меня по плану пранаяма или дыхание или медитация плюс дыхание вообще, когда я еще года 4 назад прочитала первый раз магию утра и когда я вдохновилась этой книгой, чтобы вставать по утрам и впервые там вообще про медитации прочитала что-то у меня медитации не закрепились как утренний ритуал потому что я засыпала это действительно вот, ну, физически до сих пор мне сложно начать день с медитации это что за вообще челлендж нереальный ты вроде как все должен сделать, чтобы взбодрить свое тело а на медитации ты закрываешь глаза, начинаешь дышать улетаешь и ты нереально можешь уснуть поэтому я, можно сказать, преобразовала эту практику практику медитации в пранаяму то есть дыхание с медитацией это буквально 2 минуты осознанного пребывания в сейчас в своем теле, в пространстве, которое тебя окружает ты за это время можешь отсканировать свой организм на какие-либо ощущения потому что мы это очень редко делаем в течение дня чаще всего мы не замечаем сигналы нашего организма а с утра, когда все чувства обострены когда у тебя есть время на это, выделенное тобой же как по мне, очень классно с этого начать и да, у меня это всего 2 минуты если дольше, я уже начинаю слишком расслабляться и тогда сложнее меня потом как-то вот раскрутить это дыхание с чередованием ноздрей когда ты вдыхаешь то через левую, то через правую выдыхаешь то через левую, то через правую в йоге считается, что левая сторона человека отвечает за женское начало правая сторона за мужское начало и поэтому такое дыхание, если его усилить можно дышать только через левую ноздрю именно вдыхать через левую, выдыхать через правую и тогда вы усиливаете женское начало и тогда вы больше расслабляетесь это, например, перед сном логично делать если же вы хотите взбодриться можно начать вдыхать через правую ноздрю и выдыхать через левую и вот такой круговорот Если же вы хотите, наоборот, уравновесить две эти половины, ничего там не усиливать, не уходить ни в какой перекос, то мы и вдыхаем левой, и вдыхаем правой, и выдыхаем левой, и выдыхаем правой, но просто поочередно. И спустя две минуты такого дыхания начинается мой любимый этап утра, это сурья намаскар. Ни одна зарядка еще в жизни, ни одна разминка, ни один комплекс упражнений меня не бодрили так классно и не мотивировали просыпаться. Вот серьезно, обычно зарядка это наоборот то, что ты хочешь пропустить. Для меня это идеальная разминка, потому что в ней есть и растяжка, и силовая, и дыхание, и контакт с телом постоянный. Если ты выполняешь ее правильно, а когда я получу сертификат на преподавателя по йоге, я обязательно с вами поделюсь этим комплексом со всеми подробностями. Но пока что вы можете в интернете спокойно найти, в ютубе забить сурья намаскар, комплекс, и делать его вот так вот по ютубу. Но я очень хочу записать этот урок, да и вообще как бы в целом начать записывать для вас практики, потому что кто не знает, на ютубе-то я не делилась. Делилась я только в запрещенной экстремистской сети и в телеграме у себя, что сейчас я прохожу обучение на преподавателя по йоге. Летаю в Москву на обучение по выходным, и к концу июня у меня в планах получить такие сертификаты и иметь право уже записывать и делиться с вами практиками, со всеми подробностями. Кто вдруг вообще впервые слышит два этих слова подряд, сурья намаскар, это санскрита переводится как приветствие солнцу. Поэтому идеальная практика для утра, когда солнце встает, и ты как бы встаешь с ним, и вообще в идеале ты встаешь напротив прямо солнца, то есть находишь такую локацию, где ты можешь как будто обращенным к солнцу быть. И конечно в идеале делать это все на улице, но как бы мы в каких условиях живем, в таких живем. Летом можно выходить в парк и делать эту практику на улице, на природе, на земле, это вообще другие абсолютные ощущения. Я включаю мантру, она у меня длится 15 примерно минут, и примерно эти 15 минут я выполняю сурью намаскар. На самом деле сурья намаскар это комплекс из всего лишь что 24 движений, которые фиксируются в круг, то есть это можно сказать один круг, 24 движения. И сколько кругов ты этих сделаешь, зависит от тебя, твоего сегодняшнего желания, количество энергии, сил и так далее. Почему еще для меня это идеальная практика? Потому что как раз таки я могу наращивать темп сама, начиная с очень медленного, потому что ну ты только проснулся, ты сейчас не можешь сделать складочку сразу же. Тебе нужно как бы вот все движения почувствовать, потянуться мягко, плавно. Еще и каждое движение, если его правильно выполнять, оно сопровождается вдохом или выдохом. Поэтому первый круг и мой последний круг, это два абсолютных разных круга, и по длительности их выполнения, и по моей уже растяжке. То есть к концу, конечно, у меня получается уже намного лучше, и вообще можно сказать, в конце это как единый танец, где плавно из одного движения, из одной асаны в другую асану ты переходишь. После этой практики у меня прям энергия, выплеск невероятный. Я уже точно окончательно просыпаюсь, и можно идти в душ, выполнять все гигиенические свои процедуры. На самом деле уходовые процедуры для меня это тоже отдельная практика, на которой я хотела бы подробнее остановиться. Потому что особенно после рождения Евы, конечно же, я начала очень ценить это время, казалось бы, банальное, нанесение крема на свое лицо. Наш закон вселенский, когда у тебя чего-то мало или когда тебя лишают чего-то, ты начинаешь ценить сильнее и видеть в этом какой-то смысл более глубокий. Потому что на самом деле это точно такой же контакт со своим телом. Пока намазываешь себя, например, кремом, мысли вообще в другом где-то месте, или же ты ловишь каждое ощущение и выражаешь чувство благодарности своему телу за то, что оно просто у тебя есть. За то, какое оно у тебя уникальное от природы. В общем, я прям люблю эту практику, чтобы в нее погрузиться, если это особенно утро. Начинаю я с сухой щетки. Это такой самомассаж, не очень долгий. Я еще сильнее, получается, разгоняю лимфу. После Сурии Намаскар, в принципе, там уже все хорошо, разогнано. Улучшаем кровообращение наше, избавляемся от мертвых клеток. Минутки две, наверное, перед душом точно занимает. Далее у меня это душ. Тут у всех один и тот же механизм действий. Правда, в последнее время я очень полюбила скраб с промасленными частичками. Потому что это такой лайфхак для меня. После душа я в итоге не наношу ни масла, ни крем. У меня очень увлажненная кожа, потому что сам этот скраб пропитан маслом. Это очень крутой продукт, я считаю. Для меня это открытие, потому что раньше у меня скрабы были именно такие сухие. И после них прям наоборот хотелось как будто кожу пожалеть. Ну а теперь поподробнее про уход за лицом. После сна это всегда либо гель, либо пенка, которая просто очищает кожу. Мицеллярка нам, конечно, не нужна. Далее использую тонер, чтобы нормализовать уровень PH. Наношу сыворотку и крем. Обращайте внимание, чтобы ваш дневной крем обязательно был с SPF-защитой. Мне очень нравится крем Удальбы. Вы знакомы с этим брендом, конечно же. Это просто любимчики моего канала. SPF-защита у него очень мощная, но при этом наносится не очень плотно. И не оставляет липкого слоя вот этого противного. И мое лицо увлажнено, защищено и даже подготовлено к макияжу. Но макияж я наношу далеко не каждый день. И особенно не в рамках этого моего часа, который я очень ценю. А мы переходим к следующей практике. Не обязательно выполнять практики в таком порядке, как я рассказываю. Можно вот, например, только прям с этого начинать свой день. Кому-то так захочется. Практику можно назвать как письмо. Но вообще это абсолютно разные направления. То, чем можно заниматься в качестве письма как раз таки. У меня ощущение, что я вам как-то раз уже показывала этот дневник. Дневник называется 6 минут. Вам не обязательно покупать такой дневник. Я могу вам сказать эти три вопроса, которые нужно задавать себе каждый день. Вы просто их выпишите себе. Но, конечно, здесь классно, что ты можешь поставить дату. Ты потом можешь пролистать, что было до. Это, можно сказать, дневник книги, потому что первая часть это мотивирующее такое начало. Три пункта. Первое. Я благодарю себя за то, что... И дальше идет три моментика. Ну, про благодарности на своем канале я уже говорила десятки раз, наверное. Не буду повторяться. К чему это приводит нас. Какими людьми нас это делает. Что это вообще за практика. И кого можно благодарить. И можно ли кого-то благодарить. И второй вопрос. Что сделает сегодняшний день замечательным? И третье. Это твоя положительная установка на этот день. Здесь может быть какая-то настройка такая, которая тебе поможет в сложной ситуации или в неоднозначной ситуации, как среагировать на нее. И ты как бы заранее, как будто готовишь свой организм, что да, такое возможно. И если что, даже этот негативный опыт я смогу обратить во что-то позитивное. Ну, условно говоря. Еще классная письменная практика называется утренние страницы. Когда ты выписываешь все, что есть в твоей голове, все твои мысли, которые тебя беспокоят, сомнения, страхи. Это очень терапевтичный и классный способ, который советуют психологи. Который точно освобождает твою голову от ненужного. Кому-то прям круто, наверное, зайдет. Но вот не мне. У меня эта практика все время не фиксируется на долгое время. И я поняла почему. Мне долго писать. Мне просто долго писать. А я человек, который любит поговорить. Я не люблю текстом выписывать мемуары. И что вы думаете? Я заменила эту практику на практику под названием утренний диктофон. Ты делаешь то же самое, что и с письмом. Только в этом случае ты наговариваешь в диктофоне. Или, кто не знал, в телеграме есть чат с самим собой. Под названием избранное. Туда, например, можно что-то сохранять. Если вы хотите сохранить какую-то информацию в текстовом виде. Не нужно ее пересылать своему другу, как часто бывает. Я у тебя сохраню этот пост. Или просто в нашей переписке сохраню эту фотку. Ты можешь это делать в переписке с самим собой и никому не спамить. Я обожаю эту функцию. Потому что, когда мне приходит какая-то идея. И у меня нет ни времени, ни желания расписывать по буковкам. Такое ощущение, что мои мысли быстрее, чем мои руки, чтобы писать. Поэтому я люблю говорить. Ну да, собственно, это видно. Я веду канал. Именно видеоканал. А не просто блок какой-то текстовый. Наговариваем вот так вот. Точно так же все свои мысли, страхи, опасения. Как будто ты записываешь своему другу, подруге, психологу, у которого нет, например. И освобождаешься от огромного количества шума, информации, которая у тебя в голове. Сто процентов проговаривая это, ты найдешь ответ же на свой вопрос. А еще это очень классный тренинг выступления. Умение формулировать свои мысли. Ты обращаешь внимание на свою речь, на то, как ты говоришь. В общем, если вам тоже лень писать, попробуйте практику утренний диктофон. И для меня неотъемлемой письменной практикой является планирование сегодняшнего дня. Смотреть, что у меня запланировано на неделю. Что-то там добавлять, проверять. Заметили, да, наверное, как мои практики из более духовных, можно сказать, каких-то таких вот контакт, сама собой, медитация, вот это все, переходят в более материальные. И я как бы готовлюсь к этому дню. Потому что духовное и материальное, оно должно быть вкупе. Если я буду весь день медитировать и аффирмации в пространство пускать, а делать ничего не буду, ничего у меня и не будет. Но то же самое и наоборот. Если я буду только фигачить, только заниматься каким-то достигаторством, без внутреннего контакта с самой собой, для меня это неэффективно, неинтересно и недолгосрочно. И я выгораю. И моя практика подходит к тому, что я физически начинаю смотреть на свой день, на свою неделю. Я считаю, что про планирование стоит снять отдельное видео, потому что много там достаточно моментов, подходов тоже разных. И если вам это интересно, то дайте мне знать в комментариях. Финальная практика моего утра это чтение. Книги, которые мне сейчас интересуют, которые мне нравятся. Я читаю всегда очень активно в плане выделения маркера, каких-то заметок. Мне нравится с вами делиться, высылать какие-то скрины, потому что это я лишний раз еще обращаю внимание на эти цитаты. И вам тоже классная информация. Вам не нужно читать всю книжку, но может быть какая-то цитата. Особенно с утра, если я отправляю, прям как-то воодушевит на день. Кто-то любит читать по вечерам, у меня это вообще не получается, потому что может у меня есть ребенок. И не выходит так, что у меня есть даже 15 минут, когда я могу сама почитать. Скорее я читаю детские книжки с Евой. Сразу скажу, в начале энтузиазма у вас будет много. И будет ощущение, что я строю свою новую жизнь. Вы такой не человек, а лучик солнца на ножках просто первые дни. Дальше будет сложнее, мотивации будет меньше, энтузиазма будет меньше. Но, чисто по моему опыту, не уходите в очень строгий перфекционизм к самому себе. Потому что обратная сторона перфекционизма это пофигизм. И вообще отсутствие желания что-либо делать. И чувство вины самое главное. Когда вы начинаете винить себя за то, что сегодня вот я такое безвольное, бесхребетное животное. Не проснулась в свои 5-6 утра, ничего не сделала. Не надо, не надо уходить в такие состояния, в такие чувства. Потому что цель всего этого быть счастливым. Да? Ну вообще, в целом цель нашей жизни. Наверное, мы хотим быть счастливыми. И таковыми мы точно не будем, если не будем себя любить и принимать любыми. Иногда замотивированными, иногда абсолютно безвольными. Мы не роботы, мы люди живые. У кого-то подход более жесткий, такой дисциплинарный. Типа, вот 21 день, кровь из носу я должен вставать. Я, когда к себе так отношусь, я выгораю. И теряю связь с собой. Это не мой подход. Может быть, это подход какого-то воина, может, мужской подход. Я не знаю, подход ли это вообще для человека. Но для себя я выбрала путь и действие из любви к себе. А это значит, что иногда из любви к себе я остаюсь спать и наслаждаюсь этим. Если уж вы остались в кровати, так насладитесь, кайфаните от этого. Напишите, пожалуйста, в комментариях, как вы вообще относитесь к ранним подъемам, к утренним практикам в целом. Какой у вас опыт уже на данный момент? Может быть, кто-то там встает уже лет 10 рано утром и супер жаворонок по утрам пишет картины или книги, что-то еще. Кто-то, может быть, прям сова-сова и никогда не понимал таких людей, как я, о чем вообще говорю я в этом видео. Очень надеюсь, что это видео было вам полезно. Переходите в мой Телеграм. Я там, кстати, частенько делюсь разными музыкальными композициями, мантрами классными. Вот ни в одной социальной сети больше нельзя было вот так поделиться музыкой. И что самое классное, слушать потом ее как единый такой плейлист с заблокированным экраном. Даже вот в самолете я летела и можно было слушать. Я вас обнимаю и, конечно же, желаю удачи на пути ранних подъемов, если вы встали на этот путь. Пока!